Ждала, тебя так ждала, ты был мечтою моей хрустальною Угнала, тебя угнала, ну и что же тут криминального Да, погнали, погнали в оружие Че, вчера у нас заход был, ну, вчера у нас заход был, смотрите, я пытаюсь анализировать, как у нас все прошло вчера Фишка была такая, мы шли нормально, знак вопроса Мы шли вроде бы более-менее, а потом, блин, все пошло наперекосяк на пятом этаже И я в итоге умер на пятом этаже Наверное, этого можно было избирать, если бы я не экономил оружие там Ну, тут у меня, блин, вечная дилемма Я пока что не знаю, как решить эту дилемму с пятым этажом и оружием, и с шестым этажом Мне все время кажется, что мне нужно сделать так, чтобы у меня не кончились патроны до того момента, как я пойду в ад В ад, в пулиный ад, в котором много пулей, которые в меня стреляют, да И при этом мне нужно еще до него дойти То есть, как-то странно получается Вроде нужно экономить, чтобы потом не закончились патроны И вроде как нужно зачищать комнаты, чтобы не умереть раньше А, я думаю, я думаю, здесь в итоге все упирается в мастерство игры В мастерство моей игры И тут, тут ничего не сделаешь Тут, к сожалению, мне просто придется научиться играть лучше Что перспектива такая? Знаете, как бы, я, конечно, научусь играть лучше, но это займет какое-то время Поэтому, поэтому как-то так В общем, идем вперед Идем вперед, не останавливаемся Так, чего у нас тут? Ключ продается и вот эта заводная пушка Плюс здесь можно что-нибудь продать зеленому, зеленому слизняку Магазин так себе Заводная пушка меня не впечатляет Заводную пушку я не приглашу на свою свадьбу Она не будет моим лучшим другом на свадьбе Мы с ней не будем гулять Вот ключ, который здесь еще выпал второй Это просто прекрасно Деревянный сундук Деревянный сундук на первом этаже Я разобью его Я разобью его, к сожалению И получу здесь мусор Кстати, нам мусора нужно Нам мусора нужно Вызвать срочным образом Простите, я не хотел этого говорить Я не специально Я очень уважаю работников полиции И я Я ценю их работу По защите нашего с вами благополучия и порядка в обществе Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Всасываешь, блин, просто в механической части игры Хоть в терминологии разберись как-то, да Хватит, хватит быть полным нубом Пора подняться над нубским уровнем Пора стать великим разрушителем миров Смертью, повелителем вселенной Пока что первый этаж идет хорошо Первый этаж пока что, вот план стать смертью и разрушителем миров Выполняется прекрасно На босса мы не идем со стартовыми пистолетами Если бы я был охотницей, я бы, может быть, пошел бы И в качестве бандитки дробовик против боссов так себе катит Поэтому ищем второй сундук Надеюсь, он не будет деревянным Если он будет деревянным То я подумаю насчет того, если честно Чтобы пойти на босса со стартовым оружием Потому что деревянные сундуки не мое любимое блюдо в ресторане Я бы не стал его заказывать Никогда бы я не сказал Официант, принесите мне, пожалуйста, два деревянных сундука Ого, сколько гранат Ого, сколько гранат Бум! Зато они взорвались и покоцали противников Но что-то слабо покоцали Как-то это Не очень Не очень эффективны были гранаты В уничтожении противников Но мы и сами Мы и сами разберемся нашим Добрым старым револьвером Сколько ребят И все хотят танцевать Смотрите, сколько их тут Вообще Целая толпа Какое оружие на первом этаже я хочу Из такого Из реалистичного И понятно, что из самых крутых Я хочу там Рельсовую пушку посмотреть Новую, которую я недавно открыл Но она мне так и не выпала пока что Рельсовая пушка Поэтому я бы и с радостью ее бы увидел Ну если не ее То меня бы устроило Меня бы устроило Знаете, РПГ Меня бы устроило РПГ В качестве антибоссового оружия Это лучше, чем Что угодно Либо любой автомат Даже МАК-10 Меня бы обрадовал Калаш Калаш был бы замечательным Оружием Люблю калаш Зажимаешь кнопку Стреляешь Все, босс умирает Никаких проблем Коктейль Молотова у нас есть Надо его, кстати, использовать в комнатах Если ситуация Если ситуация окажется критической Либо даже немножко сложная Коктейль Молотова не нужно экономить Это не то, что нужно экономить В жизни Коктейли Молотова созданы для того, чтобы их тратить Если ты не тратишь коктейли Молотова То ты То ты Жмот Патроны на обрез Эх, мэ Опять же, предпочел бы, чтобы здесь чуть другое выпало Но, насколько я знаю Дроп патронов идет отдельно от дропа других предметов Так что Мы ничего не потеряли Ооо Еще один деревянный сундук Нахер Нахер деревянные сундуки Ээээ Спорное решение Я сейчас принимаю Не открыть ни одного сундука на первом этаже Скорее всего, что Это неправильное решение Но При этом Мы получаем возможность пойти на секретный этаж Мы можем даже Не пойти на босса Но это уже вообще тупость На что я надеюсь? Я надеюсь получить оружие Из вот этой игры В игре На выживание Обычно я выбиваю Хотя бы Две цели Это уже синий сундук Давай Дай мне Ну здесь мы две цели выбьем Так, но Для того, чтобы Иметь возможность Убить больше двух целей Нам нужно сделать рикошет здесь Нам нужно отбить от зеленой точки От зеленой Одной из зеленых точек Отбить вот эту фигню нашу И чтобы она попала в голову Которая внизу летает Как это сделать? Как-то так? Нет, не получилось Ладно Значит, вот так И теперь Забиваем Так, сейчас Как это сделать? Теперь забиваем Вот в эту зеленую сюда Она отлетает Влево Отбивается Попадает в голову Которая Слева летает Эх Все бы получилось Мы бы могли это сделать Да Можно было это сделать Но чуть-чуть я провтыкал Ну ладно Три Три цели Выбита Зеленый сундук Оружие, пожалуйста Гранатомет Бум 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 Ну, используем гранатомет на боссе Да Используем гранатомет Посмотрим, как у нас пойдет Это чайка 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 Где ты? Где она? Я не вижу ее Ага, нужно под нее кинуть коктейль Молотова Срочно Кидаем коктейль Молотова под чайку Она горит в аду И мы ее мочим Ну, гранатомет Он вроде неплохой урон наносит Но, конечно, этот Перезарядка у него долгая Патронов мало В наборе идет Так, знаете что, чайка? Я буду с тобой очень аккуратно сегодня танцевать Мы с тобой сегодня танцуем Танцуем смертельный танец Поэтому ты не это Не выделывайся Куда полетела? Да, урон, урон хороший Че тут скажешь На всякий случай использовал пустышку Че-то мне показалось, что я не смогу там перескочить Мы не спешим Мы танцуем вокруг стола Подкидываем иногда в чайку Гранаты И не тупим Не тупим Не тупить это залог успеха В принципе в жизни Не только в бою с чайкой Еще один выстрел Еще один Хорошо, молодец Все патроны мы потратили нафиг Зато убили ее Так Ну, вот и боеприпасы Патрон мастерства Горячий свинец Шанс поджога Знаете что? Наверное, мы двинемся на секретный уровень С этой комбинацией предметов Да О, птицы полетели Вы видели? Заводная пушка На заводную пушку не хватает Покупаем ключ И идем на секретный уровень Да Сделаем так Опять же, наш гранатомет будет нормально босса убивать И в принципе его в комнатах можно поюзать Босс на секретном уровне не сильно сложный Тут вот комнаты сложные Но в комнатах нам поможет Поджигающие патроны помогут Это один из тех пассивных Пассивных? Да, это один из тех пассивных предметов Которые мы сеем на наших полях И от этого у нас растет очень хорошая пшеница Это один из тех пассивных предметов Которые я давно просил у игры И игра мне очень редко дает Мне нравятся вот эти пассивки Которые поджигают противников Замораживают противников В частности Поджигающие пассивки мне больше нравятся Чем замораживающие Потому что Они делают наш стартовый пистолет намного лучше И поэтому мы сейчас будем совершать Ту же ошибку Которую совершали На прошлом заходе Будем очень-очень много использовать Стартовый пистолет Так Вот эта комната мне не нравится Я ее очень-очень не люблю Эту комнату Прям вообще Потому что тут Хоть ты, блин, тресни Все равно можно получить Удар По голове Веслом Разбитая корыта Но я дышу всем назло Вы помните эту песню Децела? Я вообще ни хера не понимаю Про что он там поет, блин Каким веслом По голове Чего? Какое разбитое Вообще Я ни одного слова В этой песне не понимал Но эта песня Я имею ввиду ту песню Где он там Типа с вампирами дерется Опа-па-па-па Призрак Призрак подкрался сзади Когда призрак вам подкрадывается сзади Вы должны подумать о том Что случилось с вашей жизнью И как вы оказались в данной ситуации Потому что чаще всего Это значит Что вы либо произнесли там Какие-то слова перед зеркалом Например Кровавая Мэри Кровавая Мэри Кровавая Мэри А, нет В моей комнате было зеркало Она теперь пришла Ха-ха Очень смешная шутка Варлак Юмор Я весь вечер буду здесь Не уходите Та-та-та-та Хорошо Пустышка Пустышка К сожалению Нам секретные комнаты Искать нечем Потому что у нас Нет нормального оружия Для поиска секретных комнат Ну и хрен с ним Ключ И Ба-ба-ба Муравьиное оружие Муравьиное оружие Я не люблю Если бы оно мне бесплатно досталось Да, покупать я его Не стану Тут Фишка в том Что оно слишком сложное В использовании Муравьиное оружие Я понимаю Как его использовать Там сначала Брызгаешься кислотой Муравьиной Ну или бензином Или чем там А потом Типа это Переключаешься на Поджигающего муравья И поджигаешь нахрен Все что Забрызгал кислотой Это все классно Но Это требует Умения в использовании Умения Это то чего у меня Пока что не хватает Поэтому я предпочту Игнорировать Подобное оружие Я просто ключ лучше куплю И все Опа-па-па-па-па-па-па Уклонение в последний момент Мой стиль Ждать до последнего Уж потом уклоняться Как это работало До этого времени Не очень Какую задачу Мы себе ставим На этом заходе Ну Задача простая Получить удовольствие Я опять Я опять Перехожу на свой режим Противоречия самому себе Кстати Зеленый сундук Открываем Оууу Набедренная кобура Набедренная кобура Делает выстрел Переперезарядки Это Идеальное Идеальный пассивный предмет Для Однозарядных пушек А что такое Гранатомет Который у нас есть Это Однозарядная пушка Варлок Да ты же Можешь делать Логические выводы Да ты просто Умный человек Тебя пора назначить Министром Финансов Ай-яй-яй-яй-яй Чуть-чуть 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 Я промахнулся с уклонением. С уклонением? Даже, наверное, не с уклонением, а просто с ухождением от выстрелов. Есть уклонение от выстрелов, есть ухождение от выстрелов. А есть ухлаждение от выстрелов. Это что-то среднее между уклонением и охлаждением. Вообще, надо было коктейль молотова кинуть сразу, блин, и всё. Ну, уже поздно. Уже не время сейчас. Так, ищем второй сундук. Зелёный сундук первый дал нам очень хороший пассивный предмет. Он усиливает все наши однозарядные оружия буквально в два раза. Я не шучу. Ну, то есть, это не типа в два раза усиливает, как там... Как вот можно сказать, что типа усиливает в два раза. Нет, он буквально делает наше однозарядное оружие всем в два раза эффективнее. Они вместо одного выстрела стреляют два выстрела. Так что гранатомёт теперь стал для нас прекрасной пушкой. И мы, наверное, знаете что? Мы, наверное, просто сразу пойдём и на босса, прям без разговоров. Привет! Как твои дела? Как жена? Как дети? Видите, он два гранатомёт-выстрела выстреливает за раз. И всё. Прям вообще жесть. Гори в аду, ублюдок. Окей. Спокойно. Уходим. Я не хочу с тобой тусить, друг. Наверное, это один из лучших предметов в таких вот, которые в перспективе могут дать прекрасные результаты. Представьте этот... эту кобуру с чем-нибудь наподобие... 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 партикулятора. Представьте, два выстрела партикулятора вместо одного выстрела партикулятора. Это будет жесть. Я буду уничтожать всё, что движется. Так, друг, пожалуйста. Да, спасибо. Так, что мы получаем? Черепоплюй. Черепоплюй, кстати, тоже неплох будет с этой пассивкой. Ну, как неплох. Так, так себе. Будет среднюю эффективность с этой пассивкой иметь. И дробовик, наверное... Нет, дробовик будет не очень, потому что она... А, у нас она когда-то была и с каким-то дробовиком я думал, что она будет очень крута. На самом деле, она была не очень крута с каким-то дробовиком. Потому что она даёт эффект одного патрона. Что я подразумеваю под этой ахинеей, которую только что сказанул? Она выстреливает один патрон. А дробовик стреляет сразу несколько патронов. То есть, с дробовиками эта пассивка, мягко говоря, не очень эффективна. Так, ну это же не мимик, да? Это просто зелёный сундук. Хорошо. Зелёный сундук мы откроем. Мы откроем зелёный сундук. Я считаю, это хорошим вложением средств бюджетных. Ещё хорошее вложение бюджетных средств это покупка покуча, да. Это покуча мне новой покупки. Покупка мне новой дачи. О, вот и ключик. Замечательно. Открываем зелёный сундук. Ну-ка, ну-ка, покажи, что у тебя есть. Огненная, угненная рука. Огненная рука. Покатит знак вопроса. Наверное. Не уверен. Хотя бы можно этой огненной рукой поискать секретные комнаты, да? Её хотя бы не жалко. Значит, этой огненной руки я пока не уверен, насколько она мне нужна в жизни. Насколько я её хочу видеть и насколько я счастлив в том, что она появилась. Вот-а-да! Ну, это, знаете, это уже было... Это уже было из разряда фантастики. Ну, я, по-моему, заслужил себе одну ошибку. Ну, давайте так настроимся, что это будет наша первая и последняя ошибка. Что вот мы допустили вот такую оплошность, неправильно уклонились. И всё. И на сегодня хватит. Окей? Дальше мы играем безупречно. Здравствуйте. Как ваши дела? Огненная рука... Во-первых, с огненной рукой бесполезна пассивка, которая поджигает противников, потому что огненная рука уже сама поджигает противников. Во-вторых, с огненной рукой бесполезна... Бесполезна... Кобура, потому что огненной руки нету, собственно, перезарядки. Поэтому, короче, такая. Явное оружие не для нас. Кому-то другому оно, может быть, очень понравилось бы. Может быть, кому-нибудь там кто-нибудь бы обалдел, когда эту огненную руку получил бы. Я нет. Я балдеть от неё не собираюсь. Так что иди тусуйся. Ты мне надоела. Собирай свои вещи и едь к маме, огненная рука. Мне надоело слышать твоё постоянное нытьё. Окей, окей, окей. Поехали дальше. Так. Комната. Ещё один. Один пуль. Пуль в цельнометаллической оболочке. Ещё один ключ. Вау. Ключи дропаются. Хорошо дропаются ключи. Против ли я? Буду ли я жаловаться? О, да, конечно. Во все кабинеты министров. Нет. То, что ключи падают, это офигенно. Непременно всё будет офигенно, если ты очень усатый. Очень усатый. Так, огненная рука. Подожди, это всё дело. Броню мы потеряли всю. Ээээ, плохо. Плохо, что мы потеряли броню. Броню нужно копить, холить и лелеять. А они вот так не разбрасываются едет в секретном этаже. На который ты пришёл, чтобы стать сильнее, а не слабее. Так, всё. Всё зачистили. Молодцы. Огненная рука. А где моя секретная комната? Здесь нет. Здесь нет. В магазине? Нет. Так, да, кстати, здесь мы ключ покупаем. Если чё. Я не знаю, где секретная комната. Понятия не имею. А нет, в огненной руке есть перезарядка. Да. Да, да, можно её перезаряжать и использовать кобуру. Ууу, пожиратель оружий. Кстати, насчёт пожирателя оружий. Ну чё, здесь нет секретной комнаты, да? Может, скормить ему огненную руку плюс дробовик? А давайте, давайте сделаем. Давайте рискнём. Кушай огненную руку и кушай дробовик. Посмотрим, посмотрим, что у нас получится. Может, он даст что-нибудь классное. Пожалуйста, что-нибудь, что стреляет однозарядными выстрелами. Гитара. Глюк. Трынь-брынь-е-е. Но это не совсем то, что я хотел, если честно. Совсем не то, что я хотел, точнее. Это явно не однозарядное оружие. Оно при перезарядке ставит какие-то эти штуки, которые что-то там делают. Секретной комнаты тут не имеется. Видимо, не имеется. Либо гитара не находит секретную комнату. Не знаю, я больше искать не буду. Двигаемся дальше, короче. Так, как прошёл этот этаж? Ну, мы получили вот эту вот, вот эту вот кабуру, которая меня радует. Ну, гитара в музычку классную играет, но на практике я не знаю, насколько она будет полезна. Ну, ладно. Если что, будем её использовать. Наверное, я бы, кстати, предпочёл, чтобы у нас была огненная рука либо дробовик. Нет, огненную руку я бы не предпочёл. Вот дробовик бы я предпочёл, наверное, вместо этой гитары. Хотя, не знаю, я могу быть неправ. Могу быть серьёзно неправ в этом отношении. В дробовик в каких случаях лучше? В дробовик лучше в случаях ближнего боя. Что у нас есть альтернатива для ближнего боя, кроме дробовика? Если честно, ничего нету. Нихера нету у нас для ближнего боя. Так, патроны для гитары берём, я не знаю. Гитары пока что пользоваться я не буду. Мы вполне справляемся револьверчиком. Ну, на этом этаже точно нам не нужно использовать никакие оружия, кроме револьвера. Это уже 100%. Тут, тут, это я не выделываю. Это не тот момент, когда я хернёй занимаюсь. Хернёй занимаюсь это когда на пятом этаже использую стартовый револьвер. Вот это я реальной хернёй занимаюсь. А так, на втором этаже 100 пудов. Это вполне нормальная тактика не тратить боезапас на другие оружия. Так, кто там ещё у нас? Ещё одна жёлтая магичка. Жёлтая магичка номер 1. Умри, пожалуйста. Так, и кубик, ты тоже, пожалуйста. Благодарю вас. Благодарю вас, сэр. Оп-па-па. Расстреливаем ублюдка. Прячемся за стол. Я что-то не знаю, под каким углом тут стоять. Оп, мы его убили? По-моему, убили. Да что такое? Попади в него, пожалуйста. К тому же, стартовое оружие. Ну вот мы, блин, зря потратили этот. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну хоть музон послушаем. Хорошо. Хороший музон. Хороший музон. Так, магазин. Что ты мне предлагаешь? Ключ и ещё один перевариватель оружий. Ну, прямо это. Кругом перевариватели. Я куплю ключ и хватит с меня. Воспользуюсь ли я этим переваривателем оружий? Наверное, нет. Хотя, гитару можно, наверное, переварить. Не знаю, насколько это классная пушка, эта гитара. У меня такое впечатление, что она очень быстро тратит боеприпасы и опять патроны падают. Ну, что ты будешь делать? Надеюсь, мы не исчерпаем весь наш лимит дроба патронов на этом этаже и не будет так, что они нам сейчас падают направо и налево, а потом перестанут падать на этажах, когда они нам действительно нужны. Потому что что толку, что я сейчас экономлю боеприпасы, если мне после каждой комнаты, блин, патроны падают? Это, кстати, весомый аргумент в пользу того, что надо бы использовать другие оружия, а не стартовый револьвер, но я ничего не могу с собой поделать. У меня, мне до сих пор в ночных кошмарах снится, как я, блин, этот, как я был на шестом этаже с пустым боеприпасом и из-за револьвера расстреливал, блин, демонов. Это было не очень весело. Я, конечно, себя почувствовал, как будто я Дин Винчестер, но, блин, Дину Винчестеру живется не сладко. Особенно с таким братцем. Так, ну чё, погнали, гранатомет на босса. Кто тут у нас? Этот ублюдочек. Под этим ублюдочком я подразумеваю, конечно же, глаз. О, промахнулся обе, обе гранаты. Стреляй точнее, пожалуйста. Варлок, стреляй точнее. Так, тихо, 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 спокойно, спокойно. Мы сейчас не будем тут выделываться. Нихрена чудить не будем. Мы просто используем две пустышки и нафиг, нафиг все риски. Риск, дело благородное, но это не про нас дело. Так, увеличение здоровья, патроны, штурмовая винтовка, ядра пустоты. Трех, трехвыстрельная штука. Это штурмовая винтовка, то есть она стреляет три раза, когда ее используешь. Нужно ли мне это в жизни? Штурмовая ядровка винта турстоты. Ну, это лучше, чем ничего, но, если честно, не мое любимое оружие. Она не очень экономна за счет того, что стреляет по три выстрела, а не по одному. И урон у нее среднеочковый. Несмотря на то, что она стреляет три выстрела, а не один. Как-то так. Такое вот мое мнение о штурмовой янтровке кота пустоты. Очень сложное почему-то выражение. Штурмовая винтовка, ядра пустоты. О, боже. Кто-то придумал вообще. Ну, понятно, что по-английски оно может вменяемо звучит, но давайте, ребята, это. Ребят-переводчики, дорогие друзья, предлагаю нам казнить всех переводчиков России. Я шучу. На самом деле, я уважаю ваш труд, переводчики, потому что, ну, я сам, я знаю английский, как бы, свободно говорю на английском. Могу фильмы смотреть без перевода на английском. Я понимаю, какой отстой это. Так, ты не мимик. Ты не мимик. Открываем. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у делает, и все. По-моему, небольшой босс. Большая шишка он называется, да, точно. Он ядерный взрыв делает в комнате. Пригодится. Это нам очень-очень поможет сильно на последующих уровнях. Таких, как пятый и шестой этаж. Ну, на этом этаже, конечно, можно его использовать. Ну, как-то так это выглядит, короче. Смотрите. Видели? Бум! И полкомнаты нету. Очень впечатляюще. Отличные спецэффекты. Все беленькое такое на экране становится. Разбрызгивается радиация кругом. Всех отравляет. Классно. Все классно, но перезарядка у него достаточно долгая. И все равно это лучше, чем коктейль Молотова. Коктейль Молотова, он урон хороший наносит, как таковой. Но требует какого-то времени для действия. Потому что вы видели? Этот ублюдок хотел взорвать. Взорвать бомбу. Да. Требует некоторого времени для того, чтобы подействовать. Ну, деревянный сундук. Ну, что я могу сказать тебе, деревянный сундук? Ты зашел не в тот район сегодня. К сожалению. Потому что я еще мусор пытаюсь насобирать. Так, подождите. Ага, вот секретка. Так, секретку лучше открыть. Лучше потратиться на пустышку. А еще лучше, знаете что, до конца исследовать этот этаж. Потому что пустышка там может выпасть в комнате. Вот тогда я полным дебилом буду, если куплю пустышку, она мне выпадет в комнате. Так, ну-ка. Ну-ка, кубик. Ну-ка, кубик. Вот так вот. Ну-ка, человек. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Поджигаем. Поджигающие патроны. Я не могу передать, насколько я их люблю. Я даже не знал раньше, что я так сильно в них влюблен. Оказалось, что наша связь была придумана на небесах. Она была заранее договорена. И наши ангелы-хранители нас нашли сами. Оказывается. Я об этом не знал. Но это супер. Я не знал, что они столько урона наносят. Мне казалось, что урон намного меньше здесь. Два ключа за синий сундук плюс броня. Я подумаю. Я подумаю. И знаете что? Я, наверное, это сделаю. Я, наверное, это сделаю. Так. Броня, столотехника, ракеты. Хм. Столотехника, ракеты. Так. А здесь пустышки-то не продаются. Есть ли оружие, которое мы хотим впарить? Можно винтовку ядра пустоты впарить и этот и гитару. Я не уверен, хочу ли я это делать. Наверное, наверное, знаете что? Наверное, я хочу это сделать. Давайте это сделаем. А давайте это сделаем. Чё мы? Чё нам? Фиг ли нам? Да? Да. Давайте, мы это сделаем. Кушай. Ииии. Кушай винтовку ядра пустоты. Я сейчас рискую. Я сейчас делаю, возможно, глупость. Офигенную глупость. Но я попробую. Рискнём. У-у-у-у-у-у-у-у. Ля-ля. Так. Око-очевидца. Какая красота. Око-очевидца лучше, чем всё... Чем те два оружия. Явно лучше. Лучше ли оно, чем... Чем Коктейль молотова, да Ладно Лучше ли оно, чем Так, а где у нас была секретная комната? А, вот здесь Лучше ли ОК очевидца, чем два оружия Чем штурмовая винтовка плюс гитара Может быть, может быть, не уверен Я подумаю на этот счет и сообщу вам о своем решении Так, мы можем открыть эту секретную комнату Смотрите, как сделала Это, наверное, тупо Но мы можем сделать вот так Стоило ли оно того? Сейчас узнаем Нет, оно того не стоило Я надеялся, что там ключ будет Я надеялся, что там будет ключ, но Его там не было, да? Ну, вариантов у нас не было других открыть Мы получили пустышку, которая для нас абсолютно бесполезна в данный момент Ах, ну хрен с тобой, золотая рыбка Двигаемся дальше У нас есть оружие Неплохие, неплохие оружия Даже с нашей комбинацией Вот этот гранатомет даже хорошее оружие Будем проходить этот этаж, опять же, с револьвером А в крайнем случае будем использовать, наверное, револьвер Шейца Либо Черепоплюй Наверное, все-таки Черепоплюй Револьвер Шейца на боссе рулит Потому что Вот эти призванные глазики, которых он призывает Револьвер Шейца Или Ока Да-да-да Это репродуктивная пушка Точно Я забыл, что это очень смешное оружие Ха-ха Репродуктивная пушка Это типа Ну, понимаете В чем В чем смысл В чем шутка В чем юмор Что это типа член этого Глаза Который у нас босс на третьем этаже Вы поняли, что это типа его член Ха-ха И мы, может, его Кстати, на третьем этаже Сейчас будем убивать его собственным А, нет, мы уже не будем Мы его уже убили, да, точно Я забыл, что мы его уже убили Он уже даже не увидит, как Я его убиваю его собственным Ну, вы поняли, да Так, ну что Вот в эту комнату вообще надо было Ядерный удар сделать нафиг и все Я тут стреляю из своего револьверика Ядерный удар, да Ключ, еще один ключ О боже, я люблю тебя, игра Стань моей женой Вот так вот Как-то так Как-то так, гребаные ублюдки Получите Ядерный удар позволит нам экономить Время, силы, боеприпасы Время, силы, боеприпасы ВСБ Нам нужно придумать какую-то Эту такую аббревиатуру Для того, что Что нам требуется для того, чтобы победить в оружии Например, там Патроны, здоровье и Что-нибудь еще там Патроны, здоровье, пассивные предметы П, П ПЗП Нет Надо, чтобы это было Три одинаковые буквы Типа Патроны Пушки Во Сейчас я найду Патроны, пушки Па... Патроны, пушки И предметы Вот, точно Патроны, пушки и предметы Да ППП Патроны, пушки и предметы Что из этого, из этой комбинации У нас, которую я только что придумал, у нас есть У нас есть пушки в небольших количествах Патроны в больших количествах У нас есть запас боеприпасов Который, в принципе, меня радует уже Пойдемте отсюда Давайте перейдем на другую часть экрана И вообще, давайте постреляем, как я поплю я Потому что что-то тут охренели все С холодцом Слышь ты, охренели с холодцом, а ну иди сюда Куда пошел? Куда полетел? Робот, как я ненавижу летающих роботов Которые закрываются, о боже мой Если будет восстание машин Я с такой радостью буду их всех убивать Так, о, у нас там есть Это фонтан, который снимает проклятие, да? Чудно Я помню, что делает этот фонтан, он снимает проклятие Значит так, у нас есть небольшое уже проклятие Потому что мы подобрали вот эту большую шишку Еще один пожиратель оружия Да вы прикалываетесь, вы решили меня довести До нервного срыва, да, игра? Ладно, ладно Ключей в магазине нет Хе, я не знаю, почему я тут у меня такой голос стал Ключей в магазине нет Петрович, ключей-то в магазине нет Че делать будем? Ладно, хрен с ним Бери патроны Разбавим водой Ключей в магазине нет Но, к счастью, нам они не особо требуются У нас два ключа в наличии Так что мы можем спокойно двигать дальше И открывать Все это дело Тем, что у нас имеется Так, берем, короче Око-очевидца Берем гранатомет Идем на босса Нам ждать нечего Это у нас Веселый парень Балрок Ну ладно, Балрок Знаешь что Иди нахер Окей, окей, окей Ааа, пустышку надо было использовать, блин Использовать надо было пустышку Еще раз И мы горим в огне Так, короче, я понял Я понял опасность Я понял опасность предмета Который у нас есть Который поджигает все Я понял, в чем может быть проблема Проблема может быть в том Что мы нахрен поджигаем Всю эту тусовку с боссом И горим в аду Не люблю гореть в аду Не знаю, как вы Но я не любитель гореть в аду Так, да Получи-ка ядерный удар По лицу И на тебе еще несколько гранат Да-да, лови Лови, пожалуйста, гранаты Ешь свинец Ешь Тринитртолол Мы не получили тут явно увеличение здоровья Что я могу по этому поводу сказать Но я не ожидал Я не ожидал того, что здесь будет Того, что мы так себя загоним в угол Поджигая все вокруг Зато мы получили Дробовик Под названием Под названием Как он там называется Бу-бу-бу-бу-бу-бу Та-та-та-та-та Мембрана Мембрана Дробовик-мембрана Дробовик-мембрана Относится к классу дробовиков Хорошие Класс... Да, ну видите почему Потому что он проникает сквозь противников Когда он попадает в них Его пули летят сквозь противников И потом еще от стены отражаются Это может быть эффективно Как... Как закуска и как выпивка И кроме того, как в зачистке комнат Так и в уничтожении боссов Потому что если боссов... В уничтожении боссов Вообще проникающие заряды Имеют небольшую эффективность Потому что, ну, если они пролетели уже сквозь босса То какая разница А вот если они еще от стен отскакивают Здесь уже совсем другое дело Здесь уже совсем другой вопрос Если они еще от боссов отскакивают То все шикарно Берем патроны на гранатомет Так, вторым оружием мы используем Черепоплюй в комнатах И идем смотреть, что нам игра предложит здесь В сундучке Сундучок Зеленый я открою Я открою Это ледокол Не самое мое любимое оружие Ледокол Но и не самое мое нелюбимое, скажем так Очень, очень хорошо Молодец, отмазался Ты, варлок, когда вырастешь Станешь шикарным политиком Это не самое плохое Но и не самое хорошее Круто Молодчина На все случаи жизни отмазался Ледокол, кстати, может иметь Антисовместимость у нас Потому что если Поджигающие пули Размораживают замороженных противников То ледокол будет не так хорош Как он мог бы быть Но он и мог-то быть не очень хорош На самом деле Надо быть осторожнее с уроном Надо бы не получать столько урона Но Надо бы вообще много чего в жизни добиться Надо бы сменить имидж Надо бы Хорошо Научиться разговаривать Меняемо Надо бы Научиться играть на гитаре И в путь А я тут сижу Играю в вооружение Так что Так что Что сделаешь? Да? Да, Михалыч? Что сделаешь-то? Так, где вы? Ублюдки Едьте сюда Аааа Ха-ха-ха-ха Задумался? Задумался Ну вроде Поджигание Оно вроде не это Не замораживает Не Не размораживает Противников Или размораживает А черт их знает Еще один зеленый сундук Ты не мимик Ты не мимик Где, блин, мой Где моя секретная комната? Что такое? Ааа Я открою Окей Антитело Лечит Оно типа иногда лечит В каких ситуациях оно лечит? Хрен его знает Понятия не имею Так, ладно Пойдемте Пойдемте посмотрим Что у нас вот здесь имеется В этом фонтанчике Есть ли здесь секретная комната у вас? Нет ее здесь? Нет А здесь? Тоже нет Хорошо Прекрасно Замечательно Ааа Да Залазим В фонтанчик Ваш дух Просветлен Ну мы, короче Сняли с себя проклятие Так Хотим ли мы пожертвовать Какие-то пушки Сундуку? Ааа Разве что вот этот ледокол Но Наверное нет Наверное нафиг Это дело Я использовал тут пустышку В надежде найти секретную комнату Ее там Если что Не было Ладно Идем Идем вперед Четвертый этаж впереди Четвертый этаж Важный этаж Который определяет Сможем ли мы нормально пройти пятый этаж Соответственно пройти дракона Соответственно попасть на шестой этаж Ммм Наверное это этаж На котором пора перестать Использовать стартовое оружие И побольше пользоваться Другими оружиями Знаете что? И надо активный предмет использовать Использовать активный предмет Не зажиматься Не экономить На таких вещах На таких вещах Не экономят Спешу вам сообщить Сэр Вы слишком много Экономите Это не может быть полезно Для вашего здоровья Хорошо Хорошо Мелочь убивается Отлично Комната пройдена Идем дальше Наверное лучше бы Ядерный взрыв было использовать Вот в этой комнате Но Че теперь сделать Да? Так Чудесно Еще Трое из ларца Одинаковые С яйца Вдвое точнее Из ларца Варлок В конце концов Когда ты научишься считать О господи Что ты делаешь? Пожалуйста Осторожней Не надо к ним так близко подходить Ну Че ты рискуешь? Почему ты убиваешь их Стартовым пистолетом? У тебя полно патронов На все остальное Слушайте Ты понимаешь? Я это Оу Оу Эй Стол полегче Я забыл что у нас есть Это Столотехника ракеты Теперь так вспомнил Когда стол полетел вперед Но До этого я забыл об этом Так И хватит меня своим лазером стрелять Друг Друг Сердешный Идите нахрен Мистер Ипкис Не уверен что это Именно это Сказал Психолог В фильме Маска Мистеру Ипкису Но Окей 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 Спокойно Тише Сейчас мы убьем этого скелета И все будет зашибись Как мы его убьем? Мы используем на него Гранатомет Вот И все Проблема решена Проблема не решена Он все еще жив Не ну Это уже слишком Это уже слишком Скелет Скелет сердечный Ну Прошу тебя Мне уже Блин Вот начинается Начинается Путешествие Блин Неизведанную нирвану Начинаем тупить Да Не Тупи Используй взрывающиеся столы Та-та-та-та-ра Та-та-ра Та-та-та-ра Та-та-та-ра Спокойно Спокойно Все нормально Вот таких Вот такие места Можно спокойно пройти С любым револьверчиком Хорошо Магазин К сожалению закрыт Вообще Можно было бы Пойти в магазин Даже в закрытый Посмотрим Какие у нас тут будут Какие у нас тут будут Сундуки Окей 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 Спокойно Хорошо Гранатометом Долбанул Ну блин Гранатомет тебе еще пригодится Давай Что-нибудь другое Ну Еще не все Кто еще здесь Ага Тут призывающие Все я помню Помню Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Призрак Тише Вылезай Из своего укрытия Ублюдок Окей Патроны Так Для чего нам нужны патроны Для Гранатомета Нет Черепоплюй Может быть Да Наверное Знаете Наверное Черепоплюй Еще одно Один закрытый дверь Ммм Еще один закрытый дверь Еще одна преграда На пути Не остановит нас Подобная Фигня Что остановит нас Так Это вот такие комнаты В которых Блин Куча противников И посредине Стоит волшебник Который Блин Хрен Убьешь Которого Ну Пожалуйста Не надо Игра Я вроде Долбанул Ядерным взрывом Блин В середину Этой комнаты Че эта хрень Еще живая Что-то мне не нравится Этот расклад Что мой ядерный выстрел Не убивает всех И сразу Вообще не нравится Уходим 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 Нам Еще письмо Напишут И сообщат Что мы Не лучшие Игроки вооружения Только такие Ну бы Немножко А совсем Уходим 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 Заход Вооружение Номер 73 Так Там Голова Голова Германа Давайте с тобой Поговорим серьезно У тебя нет шансов Ты Смотри Ты стреляешь Я стою за Этом Я стою за Преградой Ты в меня Все равно не попадешь Так что Перестала бы Сразу стрелять И все Было бы нормально Ну На босса Идем Я не вижу Смысла Что-то Думать Тут Посмотрим Я не вижу Смысла Ждать Чего-то Идем На босса Посмотрим Кто у нас Красный Красный Это Нехорошо Я не вижу Что он делает Ага Это вот Это атака Окей Красный Спокойно Давай дружить Красный Эй Красный Эй Красный Эй Красный Эй Красный Пошел нахер Ублюдок Я знаю Как с твоей Вот этой Атакой Теперь справляться Теперь тебе Меня не трахнуть Так просто Где он Где он Где он Вот он Стой Стой на месте Не двигайся. Я прошу тебя, красный. Нет! Как я его ненавижу, ублюдок. А, последний момент. Я живой. Я плыву по каналам любви. Почему ты поешь, Варлок? Потому что я пою, когда у меня стресс. Почему ты не стесняешься петь, хотя у тебя голос, как у демона из преисподней? Потому что на уроках пения в каком-то там классе нас научили выступать перед публикой. Это было ужасно. Я себя чувствовал полным дебилом. Зато теперь я не стесняюсь петь. Это замечательно. Особенно, когда напьешься в компании. Дети, не употребляйте алкоголь в чрезмерных количествах. В небольших количествах, если вам есть 18 лет, то вам стоит попробовать хотя бы немножко. Это полезное знание, которое вам пригодится в будущей жизни. Только если вам 18+. Если, блин, что ты вообще молчал бы уже. Лучше бы, блин, хорошо уклонялся. Так, все, спокойно. Мы будем действовать. Мы будем действовать теперь дальше очень хорошо. У нас достаточно здоровья, в принципе. 5 здоровья. Это норма. Как говорила Елена Малышева. Кстати, вот так вот. Скушайте, пожалуйста, ядерный взрыв, ребят. Да. Если чё. Если чё. Вы поняли, да, что я имею в виду, когда говорю о том, что ваша комната может пойти нахер. Окей, 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 окей. Так. Вот это хрень заморозить. Взорвать нахрен. Вот так. Отлично. Всё. Мы комнату уже ослабили во много раз. И вот эту мелочь можно из револьвера добить. Блин, как мы красного хорошо били. И как, блин, в итоге всё плохо закончилось. Как я сильно натупил в конце. Пропустил один удар, вот этот. Хотя мог бы избежать. Я запаниковал. Я пытался переключить оружие, а оно не переключалось. У меня кончились патроны на гранатомёт. Я переключал там в панике и всё такое. И, короче, вот всё. На этом всё закончилось. Так. Как мне убить эту тварь? Да. Вот это вот. Глазное оружие. Оно... Красный волшебник. Красная магичка. Не может его поймать. Хорошо. Продолжаем исследовать четвёртый этаж. Ищем сундуки. В поисках священного сундука. Какой для нас сундук сейчас священный? Ну, я бы зелёный открыл. Я бы зелёный открыл. Хотя над зелёным я бы подумал. И, может быть, может быть, только может быть, сходил бы в магазин. Хотя это глупо. А у нас ещё впереди один этаж. Там будет магазин. О, здоровье. Это классно. Здоровье меня радует. Здоровье. Я всегда готов. Я всегда готов принять в себя немножко здоровья. Так. Зелёный сундук. Ну, вот чё? Чё можно по этому поводу сказать? Просил зелёный сундук? Получи зелёный сундук. Блин. Нет бы попросить что-нибудь пожирней. Ладно. Ищем второй сундук. Окей. О, как я в этой комнате не получил повреждений? О, замечательный вопрос. Я бы хотел на него знать, собственно, ответ. Потому что я вот не уверен, например. Оп, 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 оп. Как я в этой комнате получил повреждений? Ну, надо меньше клювом щёлкать. Вот как. Ах ты, сучка. Пуля резиновая. Толкнуть меня хотела. Ещё один зелёный сундук. Ну, чё я могу сказать, да? Чё посеешь, то пожнёшь. Просил зелёные сундуки? Получай зелёные сундуки. Блин. Я не знаю, открывать их или нет. Ну, а что? Смотрите. На следующем этаже. Мы же не получим на следующем этаже, блин, деревянные сундуки, да? У нас по-любому там будет хотя бы, хотя бы чё-нибудь такое. Хотя бы чё-нибудь зелёненькое. Блин, ну что ты творишь? Ты же знаешь, чем их убивать, блин. Переключись на вот эту пушку и убей их нахрен. Всё. Чё, блин, делаешь? Вот так вот. Молодец. Хороший мальчик. Зелёные сундуки, зелёные сундуки. Та-та-та-та. Знаете что? Я их разобью. Оба. И будем надеяться на красный либо чёрный сундук на следующем этаже. Мусор. И... Здесь у нас... Кстати, а сколько у нас мусора? Три. Кстати, вот да. Если из этого выпадет мусор, то мы сдадим мусор. Да-да-да. Точно-точно. Хорошо, Варлок. Молодец. Хорошо придумал. Так. Поэтому разбиваем этот сундук тоже. Ну, попади в сундук, пожалуйста. Во, мусор. Хорошо. Это нужно сдать Эллиоту в начале, где у нас начало. Вот оно. Эллиот! Я иду к тебе. Оп. Пру. Пру. Лошадка. На. Держи. Двести сорок денег и пять ключей. Ах ты сука. Простите за мой французский, но что-то ты это зажрался. А, может в магазин зайти? Может зайти в магазин? Может быть я зайду в магазин, там что-нибудь хорошее продается. Может мне просто купить здоровье, блин, в магазине? А-а-а. Нет. Меня жмет. Меня жмет жаба. Я... На следующем этаже еще будет магазин. Окей? Там еще будет магазин. Погнали. Поищем его. Вперед. Так. Какой у нас план на пятый этаж? Вообще, теоретически, мне нужно прекратить экономить боеприпасы. С одной стороны. С другой стороны, у нас вообще нет патронов, например, на гранатомет наш. Нету патронов на гранатомет. Я не знаю, чем мы босса будем мочить. Всякой хернюю будем его мочить. Черепоплюями всякими. Поэтому... Бррр. С одной стороны, мне нужно не тратить боеп... А, у нас есть лампа. Да, у нас есть лампа джина. Вообще, лампа джина нормальная такая штука. Но... Но не такая уж крутая, чтобы там на нее... Вау, все, у нас есть антибоссовое оружие, которое мы будем использовать до конца жизни. Но, с другой стороны, здесь уже противники не шуточные. Да? Они уже... Все. Они закончили прикалываться, эти противники. И они долбят тебя. Причем так серьезно долбят. И даже не спрашивают твоего согласия по этому поводу. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кружи! Кружи! Моя звезда морская! Кружи-кружи! На небесах была вчера звезда морская. Сегодня будешь звездочкой в созвездии коня! Та-ра-ра! Та-ра-ра! Ладно, погнали. Так. Здесь надо красный или черный сундук, или что-нибудь похожее. Блин, как я не люблю вот эти комнаты. Как я их ненавижу. Вообще, вы не представляете, какую ненависть у меня вызывают комнаты вот такие, блин. Подождать, подождать, подождать. Попрыгали. Подождать, подождать, подождать. Попрыгали. Хорошо, молодец. Молодец, варлок. Не натупил. Окей, король. Лови мой ядерный взрыв. Хрен тебе, а не призванный скелет. Ну, ядерный взрыв это по-любому крутая штука. Вы видите, да, что некоторые комнаты он облегчает значительно. Означает ли он то, что мы победим, этот ядерный взрыв? О, нет, 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 нет. Я могу запороть любой забег с любыми самыми лучшими предметами. Где магичка, которая в меня стреляет, блин? Магичка! Ааа! Ты где? Ааа! Земля вызывает магичку. Бандитка вызывает магичку. Я хочу тебе напихать свинца. О! Вот тут бы ядерный взрыв я бы тоже не отказался кинуть. Но его нет. О! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Ох, да. Ну? Кидай свою херню. Спасибо Ты настоящий друг И соратник Как он в меня попал? Откуда? Я думал, ты не можешь попадать вперед Там второй Там их двое Не, ну это вообще уже какая-то херня Я думал, я их нормально убиваю Эффективно, оказалось, что хрен там Ладно, все, шутки кончились Никакого больше револьвера обычного в комнатах Используем ледокол до конца Там будем смотреть Ну У этого ледокола, у него еще и дальность Блин, отстойная Ну что за оружие такое? Куда годится? Ай, кошка по спине пошла Ай, кошка, иди, иди по своим делам Пожалуйста Так, кончился револьвер О, что у нас Набор вооружения какой-то так себе О, вот оно Вот оно, детка Так, дай нам пулю, пожалуйста Да, благодарю Команда Нам нужно купить команда Может быть нам нужно купить призрачные пули На вот этот счет я не уверен Вообще нам надо здоровье купить нахер И все Купим команда И может быть надо патроны купить Или призрачные пули Или сердце Я подумаю на этот счет Посмотрим что у нас еще на этом этаже будет Команда должен быть куплен Патроны надо было Для гранатомета купить Возможно Гранатомет для нас очень эффективное сейчас оружие Проникающие заряды А где мы их будем использовать? С какими оружиями мы будем использовать Проникающие заряды Кто мне скажет? Кто ответит мне на этот вопрос Получит яблоко Партия яблоко Сразу Так вот эти ублюдки Где мое око очевидца Хорошо 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 Так там еще магичка Иди нахер магичка Идите пожалуйста нахер Спасибо что пошли нахрен Здоровье о да Здоровье меня интересует В больших количествах Каких хочется Черепоплю Погнали Так 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 Спокойно спокойно Спокойствие Только спокойствие Не сильно зажимайся там в углу Постарайся не сильно зажиматься Не веди себя как Первоклассница Блин В спектакле Хорошо 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 Ну что Пустите меня Спасибо Ядерный заряд заряжет Надо только выбрать момент Для его использования В момент там будет любая сложная комната Эта комната не есть сложная Поэтому тут нахер Ядерные заряды не буду использовать Вот эта комната да Вот эта комната без вопросов Сразу Тут же Моментально Ядерный выстрел В центр комнаты Всех убить Всех отравить Поджечь к чертям собачьим Горите в аду ублюдки Ооо Так Здесь у нас должен быть сундук Если я что-то понимаю в жизни Это действительно сундук Это красный сундук И это не мимик Не зря Портфель с деньгами Алчность Ого У нас есть бабло ребят У нас есть бабло Так Бабло Означает что мы тут купим Много чего себе Да Мы наверное здесь Все можем теперь купить Да И включай глушитель Ну давайте Призрачные пули Патроны на На гранатомет Сердце Доспехи И глушитель Все Нам тут больше нечего покупать Отлично Вовремя портфель дропнулся С деньгами Че уж скажешь Вовремя Так Ладно Хорошо Значит у нас есть нормальный набор Такого вооружения Мы теперь можем спокойно Начинать тратить патроны О И тут продается Мутация Кровь монстра Мегатушителя Можно купить Мутацию здесь Еще у нас будет одно оружие Для следующего этажа Я подумаю на этот счет Я подумаю Пока что Прекращаем экономить боеприпасы В принципе Как таковые Если здесь использовать пустышку Мне дадут сундук Деревянный Это не мимик Сигареты Вообще не интересуют Сигареты временно увеличивают урон После использования Насколько это эффективно Хрен знает По-моему так себе Так Ну что Кто-нибудь умрет Сегодня в этой комнате Или нет Или это буду я Хорошо Спокойно Тише 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 Ребят Ковбойчики Пошли нахер Вот туда Правильно Вот там твое место Где он О Сталотехника Ракеты Я опять о ней забыл Я вообще абсолютно забыл Что у нас есть эта Сталотехника Ну Если быть Честным Я ее не считаю Хорошей сталотехникой Слишком она опасна Если она попадет С противника Рядом с тобой То ты тоже урон получаешь Еще один ключ Так что мы можем Открыть следующий сундук Который у нас попадется И у нас 69 денег Хе 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 Кидай свою руку Блин Мегаман Оп Тихо 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 Не спешим Не спешим Отлично Убит Большой скелет был убит Еще б ублюдки появились Так Зеленый физрук Где ты Вот он Отлично Зеленый физрук убит Там еще есть один ковбойчик В наличии один ковбойчик Я вижу тебя Ублюдок Он был убит Под грохот Мадридских часов Уууу Ситуация улучшилась Ситуация улучшилась Явно Дракон Вот и он Да Мы исследуем этаж до конца Мы исследуем этаж до конца Может быть Найдем пару пустышек Или Еще что-нибудь Полезное Для боя с драконом Блин А может Найдем Смерть и разрушение Вот это вообще Мне не понрав Ненавижу Ненавижу Вот эти хреновины Квадратные, которые, блин, долбят Прекрасное описание Хреновины квадратные, которые долбят Нам больше не нужна будет Ключи нам больше не нужны, да, открываем Это что? Гремучая змея Змеи на пушке, это первый раз я вижу это оружие Что это такое? Гремучая змея Одна из самых неудачных идей Эммита Клакса и последняя к тому же Это дробовик винчестера, обвитый Чрезвычайно ядвитый змеек, который добавляет яду Каждый зал, требует большой ловкости При перезарядке Чего? Ничего не понял Что происходит? Я боялся, что он это Урон нам будет наносить этот дробовик Попробуем его в бою Хороший дробовик Что, я не понял, что значит неудачная идея? Это шикарный дробовик Это одновременно и дробовик и лазерная пушка Он мне нравится Явно нравится Так Ну что мы тут еще не до конца исследовали Все с этим дробовиком отлично Не надо на него гнать Эммм Ну вот мы его вторым оружием сейчас и возьмем Запасным Оооо Как плохо Как плохо жить В этом мире Тупым Почему было не использовать Сразу Блин Ядерный удар на этого большого скелета Ну Ну Варлок Ну хоть здоровье подобрал И то молодец На том тебе спасибо, что хоть здесь не затупил О, моя любимая комната Обожаю ее Окей Спокойно Мы потихоньку двигаемся Не спешим Нам нужно сюда Сюда Оп Иди нахер И выйдите нахер Блюдки Фух Ни секунды сомнений Хо-хо Хо-хо-хо Все Этаж зачищен Так 80 денег Есть ли у тебя что за 80 денег Дружбан Друг сердечный Что у тебя есть за 80 денег Мутация Кровь монстра Можно кровь монстра купить Ну на кой хер Можно мутацию Наверное Посмотрим Может за босса дадут пару дней денег. В парочку деньжат. Так, что мы будем на боссе использовать? Команда или волшебную лампу? Наверное, волшебную лампу попробуем использовать. Мне кажется, что она более подходящее оружие против босса. Все-таки этот... Команда хорош будет и в комнатах, а на драконе лучше волшебную лампу использовать. Кошка, пожалуйста, не надо прыгать по мне, когда я пытаюсь убить дракона, повелителя миров, уничтожителя подземелий. Кошка, блин, меня отвлекла. Я не буду говорить, конечно, во всем обвинять кошку в том, что я плохо сейчас уклоняюсь. Ну, блин, в конце концов, кошка, ну... Иметь же надо совесть. Такой ответственный момент. Такой ответственный момент и вот это на меня нападать тогда. Ну, ты собака ты, кошка. Я тебя, значит, кормил, я тебя на улице подобрал, а ты меня вот это вот, нападать на меня во время боя с драконом. Почему я ядерный удар не использую? Я экономлю его на случай, когда он нажив кинет в стены и призовет своих ублюдков. И одного из этих ублюдков тогда взорву к чертям собачьим. Отлично, мы его завалили. Ну, завалили. Еще не завалили, еще у нас фаза бонифация впереди. Что мы будем использовать на фазе бонифация? Сказал я. Наверное, лампу и будем использовать. Хер с ним. Хер с тобой. Конечно, наверное, лучше использовать что-нибудь, что не нужно заряжать три раза на сердце на этом, но пофиг, пофиг. Ядерный удар, наверное, еще нужно использовать, но я не вижу особого смысла. Знаете, особого смысла не вижу. Мы ее и так нормально пройдем. Здесь особой опасности нет. По идее, я тут не должен получать урона на этой фазе. Здесь все легко и просто. Ну, вот это было немного сложновато, но все равно, никаких проблем не должно возникать. Все, мы убили дракона. До свидания. С вами был Варлат. Всем пока. И дальше мы не пойдем. Мы выиграли. Мы прошли игру. Спасибо. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте внизу лайк, оставляйте комментарии. Я шучу. Мы пойдем на шестой этаж. Я не хочу этого делать. Я честно признаюсь. Нет, абсолютно никакого желания идти на шестой этаж. Но... Со своими страхами надо бороться. И мы купим мутацию. Купим мутацию. Будет у нас еще одна пушка в комплекте. Где моя секретная комната? Хер ее знает. Все мы исследовали на этом этаже. Никаких сундуков не забыли. Ничего. Двигаем. Заряженный ядерный удар. Два здоровья. Фу, блин. Два здоровья. Ну, дракона мы убили. Это есть хорошо. Сможем ли мы убить Лича? Вот в чем вопрос. Бить или не бить Лича? А-а-а. А-а-а. Давайте попробуем... Ой, я извиняюсь. Вкусные сладкие пироженки съеты перед заходом. А ничего, да, это... Ну, в общем, этот. Задача... Задача максимум дойти до Лича. Окей? Так, и используем самое лучшее, что у нас есть. Самое лучшее, что у нас есть, потому что рассчитывать на то, что мы получим что-то лучше, нету. Давайте вот этот дробовик. Вот мне он кажется очень классным. Давайте его и будем использовать. Вот, вы, ублюдки. Гребаные, блин, ковбойчики. Идите нахер. О-о-о, слишком много ковбойчиков. Слишком много ковбойчиков. Так, кто здесь еще есть? Вот я вижу, ты там есть. Так. Кто там еще стреляет, блин? Я могу вас подушкой скидать сдалека. Кто-то там стреляет много-много выстрелов. Это явно не ковбойчики. Там кто-то был. И это был не ковбойчик. Спокойно. Опа-па-па-па. 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 Хорошо. Так, спокойно. Тихо, тихо, тихо. Не спеши. Не спеши, Варлок. Все будет окей. Все будет офигенно. Непременно все будет офигенно. Патроны. Еее, детка. Патроны для... Для лампы я, кстати, не буду. Возьму-ка я для черепоплю. Патроны из-за того, что он у нас это... Он у нас чего? Он у нас для комнат хорошо подходит. Зачищает комнаты. Только в путь. И вот мы его, кстати, и будем использовать. Нахер. Это все дело? Нахер это все дело? Кто меня, блин, попал? Откуда я урон получил? Вы прикалываетесь? Хватит стрелять. Твари этакие. Пошел вон. Отлично. Он пошел вон. Кто еще? Патроны. Ну, я бы предпочел здоровье в данный момент. Но патроны тоже покатят. Так. Ладно. Для ока очевидца берем патроны. Так. Что-то у нас там далекий путь. Опять же, используем черепоплю. Очень хорошее оружие. Из-за того, что его можно с дистанции с любой использовать. И не париться по поводу того, что происходит вокруг тебя. О, боже. Как я там уклонился. Не знаю. Это еще вот эти твари, которые, блин, на меня сейчас будут нападать. Идите нахер, ублюдки. Фу. Хорошо, хорошо. Так. Ну, вот здесь не будет босса. Идем наверх. Идем наверх. Спокойно, тихо и мирно. Идем наверх. Пожалуйста, босс. Ядерный взрыв. Нахер, нахер это все. Нахер это все дело. Ах ты, собака. Ну, как же так? Еще эта собака стреляет. Блин, какие тут противники. Это жесть. Я такого ни в одной игре не видел. Как вот этот этаж. Я отвечаю, блин. Это просто какой-то, блин, адский огонь. Патроны начали поплю. И хорошо. О-о-о. Ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла. Ла-ла. Горите. Горите в аду, суки. Знаете что? Знаете что, ублюдки? Вот так вот. Мембрана нахер. Кто близко подходит, тому, блядь, мембраной в лицо. О-о-о. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. По-моему, вот это достаточно близко уже. Что ты в меня стреляешь, блин? Козел. Я думал... Он не умер. Он не хотел умирать. На. 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 О-о-о. Как я ненавижу этот этаж. Если это тупик, то я, блин, я не знаю, что я сделаю. О-о-о. Пожалуйста. Кто-нибудь, спасите меня от этого мучения. Мембрана, убей их всех нахер. Это еще не все. Это еще, блядь, не все. Че? Я его не заметил. Ммм. Он замаскировался под гребаную землю. Этот, этот маленький хрен в левом нижнем углу, он замаскировался под землю. Он был цвета земли. И он в меня выстрелил много, много раз. Чертов. Копераст. А-а-а. Блин. Ну ладно, ладно, ладно. Прогресс сделан был. Мы дракона почти идеально убили. Мы один удар на драконе получили. Еще чуть-чуть, и мы его начнем убивать вообще без получения повреждений. Вообще супер. Только вот, блин. И вот что это за лечение? Пассивный предмет какое-то лечение? Оно меня вообще хоть раз полечило? Я не знаю. Я недоволен. Ах, ладно. Ладно, ладно, ладно. Прогресс был. Мы дошли до шестого этажа. Надо начать стабильно доходить до... Так же, как было с драконом. Мы доходили, доходили, доходили. До пятого, до пятого, до пятого, до пятого, до пятого. Мы умирали на пятом, на пятом, на пятом этаже. А потом мы что начали делать? Потом мы начали убивать дракона. Достаточно вменяемо. Вот так же будет и с шестым этажом. Мы будем доходить, доходить, доходить. Потом мы начнем доходить до леча, до леча, до леча. А потом мы начнем леча и так, и в это, и в этой позе, и в этой 69, и 78, и какой хочешь, и в 21. Ох, в общем, будет весело. Надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, ставьте внизу лайк, оставляйте комментарии. Делитесь видео со своими друзьями. Если хотите смотреть продолжение, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Если же... Спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.